МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передача в спортивном темпе ставит своей целью продвижение здорового образа жизни. Достигаем мы этого при помощи привлечения простых уфимских людей в различные спортивные авантюры. Испытательным полигоном для этого стал спортивный центр Маршал-Артс. Место, в котором есть все для активного отдыха, спорта и фитнеса. Спортом заниматься не скучно, особенно когда вместе. В этот раз испытания пройдут две молодые пары. Первая пара будет укреплять отношения при помощи скалодрома. Вторую же пару ожидает бандминтонная терапия. И в скалолазании, и в бадминтоне присутствуют парные взаимодействия. В скалолазании один держит жизнь другого на веревочке, то есть страхуют. Помните, как в известной песне Высоцкого, «Главное, чтобы страховка не подвела». Здесь доверие и ответственность – это главные качества, которые укрепляют взаимоотношения. В бадминтоне двое оказывают сопротивление сопернику – вместе, быстро, слаженно, не мешая друг другу, а дополняя. Здесь нет «я», здесь работает «мы». Мы вместе. Необходимые качества для взаимодействия в паре или в команде. Если ребята осознают ответственность, доверие и единство в процессе тренировок, их отношения станут крепче, а жизненный опыт – богаче. За наших новичков взялась Юлия Айсина – мастер спорта по скалолазанию, которая занимается этим видом спорта уже почти 10 лет. Она закончила институт с красным дипломом, но, по собственному признанию, предпочитает работать не по специальности, а по увлечению – инструктором скалолазания. «Через все эти годы лазания у вас, наверное, растут, как у спайдермена, такие колючки, и вы, наверное, можете стрелять, стрелять в себя. Примерно так и могу. Да-да-да, точно». Скалолазание развивает всестороннее. Здесь работают все группы мышц, развивается мышление. Иметь сильные руки недостаточно для хорошего скалолаза. На одних руках далеко не залезешь. Здесь требуется специальная техника лазания, выносливость и растяжка. Скалолазание развивает все группы мышц, и руки, и ноги, и корпус, пресс хорошо работает, и голова, конечно, воображение, ой, воображение хорошо развивается, в принципе. Нужно подумать, куда поставить ногу, руку, чтобы взять поудобнее, получше. Еще немного дополнительной информации. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на красноярских столбах – столбизм. В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создает равные условия для всех участников. Однако современное скалолазание не отрицает использование живых скальных массивов в тренировочном процессе. Соревнования по скалолазанию становятся популярнее с каждым годом и притягивают к себе внимание все большего количества как спортсменов-скалолазов, так и зрителей-болельщиков. Вообще говоря, скалолазание лишь выглядит экстремальным видом спорта. По статистике и по сравнению с другими видами спорта число несчастных случаев среди скалолазов минимально. И все благодаря страховке и, конечно же, голове на плечах. Но все же, прежде чем приступать к тренировкам, настоятельно советую в первую очередь ознакомиться с техникой безопасности. А перед лазанием хорошо размяться, так как 70% травм происходит из-за плохой разминки. На первом этапе надо начинать с простых трасс, чтобы укрепиться во мнении, что я могу. Могу поучаствовать, получить драйв и осознать движение. В общем, страховочное устройство, вернее, система, страховочная система. Одеваем как трусы. Вот так? Да. Я вам завязываю узел восьмерка. В принципе, этот узел самый распространенный, и он не развязывается. One, two, three, four! А в это время в нескольких шагах от скалодрома вторая пара занимается освоением азов бадминтона. Немного об истории этого вида спорта. В 19 веке английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись старинной индийской игрой «Пуна», которую можно считать прототипом современного бадминтона. Англичане привезли с собой это увлечение игрой на родину. Современная традиция берет начало в Англии, в старинной усадьбе «Бадминтон Хаус». В настоящее время на планете доминируют азиатские спортсмены, которые завоевывают до 90% медалей на мировых первенствах. Скорость полета валана после подачи профессионального спортсмена достигает 414 км в час. Это является абсолютным рекордом скорости полета игрового снаряда. За матч игроки пробегают до 10 км и теряют несколько килограммов веса. Бадминтон является одним из самых физически нагружающих видов спорта и одним из самых богатых и сложных с технической точки зрения. Вот вы ко мне обратились, досаждали меня телефонными звонками, смс-ками, домой приходили, стучали, сказали, «Покси, зачем вам вдруг понадобилось сходить в спортивный центр?» «Мы хотим выглядеть привлекательными друг другу и пришли сюда для этого». «И для всех остальных окружающих». Спортивная игра «Бадминтон» развивает очень много качеств. Бадминтонист должен быть как снайпер точным, быстрый как спринтер и вынослив как марафонец. И никаких проблем. Подача выполняется по диагонали, а уже ответные удары выполняются произвольно в любую точку площадки. Самое главное в начале – это хватка ракет. Держат они сковородкой. А надо держать как топором, как молоток и все. Да. И первые азы – это вот хватка, а второе наше требование – это подача. One, two, three, four! А в это время наши герои предыдущей передачи осваивают тайны рукопашного боя. Давайте проверим, как у них идут дела. Ты уже как бы обладаешь какими-то основами того, как ты себя сможешь защитить? Или свою честь и честь своей девушки? Ну, какую-то часть, какая-то часть есть. Ты можешь мне какой-то прием показать? Если сейчас я попробую на тебя напасть. Давай попробуем. Вот ты нифига себе! Ты нифига себе, чувак! Давай еще раз попробуем. Ничего! Один из видов тренингов, применяемых в системе силового противодействия «Центр» имеет следующий принцип. Когда занимающиеся выходят на очередной уровень освоения системы, на глаза надевают повязки и… И ощущение такое, что ты не тренировался вообще, ничего не умеешь и все как в первый раз. Упражнения с мячом, которые ты делал много раз, снова кажутся нереально сложными. А ситуация, когда у тебя на глазах повязка и нож у твоего горла кажется абсолютно тупиковой. Но проходит короткое время, и ты вдруг видишь свет в конце тоннеля. Работа с завязанными глазами обостряет рефлексы человека, позволяет открыть новые каналы восприятия информации. Резко обостряются тактильные ощущения. Тренировки с завязанными глазами это один из тренингов психотехник, применяемых в системе силового противодействия «Центр» и делающих ее очень эффективной. One, two, three, four! Итак, мы вновь предоставляем нашим новичкам шанс потренироваться с тем, чтобы навестить их вновь позже. Тем, у кого есть вопросы по поводу спортивного центра «Маршал Артс», дам такие ответы. Во-первых, «Маршал Артс» переводится с английского как «Боевые искусства». И в этом основная суть заведения. Здесь есть два зала, специально оборудованных для разных видов боевых искусств. Также, помимо скалодрома, в большом зале ведутся секции тенниса, мини-футбола, бадминтона и волейбола. В спортивном комплексе «Маршал Артс» также имеется тренажерный зал, сауна, бассейн и солярий. Что касается местоположения центра, то добраться сюда можно вот таким образом. Есть такой ориентир. Здесь правительная трудовая колония номер 9. Это самое, наверное, лучшее место. Но это самый точный ориентир. А ближайший такой, самый известный ориентир, это, наверное, окей. Скажу по секрету. Существует тайный беспробочный проезд в спорткомплекс. Его можно посмотреть на сайте. В самые страшные пробки вы всегда доберетесь без них. Парня, в горы тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Вот, а трудно оно было лезть? Ну, хотя бы немножко физической подглавки нужно. Сейчас я попробую повторить тот же трюк, который проделал один из наших участников и попробую без тренировки и подготовки забраться вот на эту вот трассу. Ощущения такие. Во-первых, сразу возникает мысль, что это сложнее, чем кажется. Во-вторых, чувствуешь, как работают все мышцы твоего тела. В-третьих, молишься, чтобы страховка не подвела. Где-то на середине трассы, дойдя до отрицательного уклона, моя воля была окончательно сломлена, и пальцы сами соскользнулись за цепа. Интересно то, что в этом виде спорта надо думать. То есть ты не просто даешь волю телу инстинктам, но также одновременно стараешься сообразить, куда лучше приткнуть конечности. А в это время наши бадминтонисты тоже получают новый опыт. Ребята, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях игры в бадминтон. Ну, мы не думали, что это будет настолько интересно, захватывающе. Ну, на самом деле, как-то очень прониклись игрой. Когда ты просто откидываешь фаланчик, ты не думаешь о том, куда он летит, а когда ты играешь с любимой девушкой, ты реально задумываешься. Слушай, она девчонка. И с ней, наверное, играть неинтересно. Ну, кто бы сказал, она хитрая девчонка. А в чем эта хитрость выражалась? Она какие-то специальные закрученные баланы подавала? Просто он не знает, в какую сторону я могу подать. Ну, когда мы пришли первый день сюда, реально просто думаешь о том, как бы отбить этот балан, как бы, чтобы он не упал на твоей стороне. Уже второй, третий день ты думаешь о том, как его отбить так, чтобы другой не поймал его. Мы будем ходить еще сюда не раз. Приятно отметить, что начинать играть в бадминтон можно в любом возрасте. Даже если вам кажется, что ваш поезд ушел, стоит попробовать освоить этот вид активности. Вы же не за олимпийскими медалями придете в зал. Здесь вы достаточно быстро приведете себя в хорошую физическую форму, сами не заметите как, потому что интересно и с азартом. Нужно только принести свое тело в зал, взять ракетку и попробовать. Между прочим, бадминтон занимает третье место среди игровых видов спорта по затратам калорий. Можно этот факт использовать при составлении своих программ похудания, ну, то есть, постройнения. Лето-то не за горами. Итак, ребята целую неделю провели в спорткомплексе. И я думаю, что они оценили возможности бадминтона и скалолазания. Они познали свои новые стороны, получили опыт ответственности, доверия и взаимодействия. За проявленное усердие участники награждаются подарочными картами Martial Arts, а также улучшенным здоровьем, укрепившимися отношениями и хорошим настроением. Наша следующая передача будет посвящена различным женским видам спортивного времяпрепровождения. Например, восточным танцам и пилатусу. Если хотите поучаствовать в этих передачах, то обращайтесь вот по этому адресу или по этому телефону. Также мы приглашаем к участию в передаче семьи с детьми от 6 лет. Заглянуть за дополнительной информацией можно вот на этот сайт. Субтитры подогнал «Симон»!